Слава Иисусу Христу, слава нашему Господу, Богу Спасителю, дорогие друзья, всех вас приветствую и благословляю именем Иисуса Христа. Возлюбленные, сегодня пятница, 13 января 2012 года, сегодня вечер, и начинается, как мы называем еще иногда, Старый Новый Год. И что же это за Старый Новый Год? Это праздник очень интересный, праздник, о котором говорится в Священописании, на странице Священописания рассказывается об обрезании Иисуса Христа. Иисус, Иешуа, это имя буквально звучит в оригинале, то есть Иисус, Иисуса называли буквально Иешуа, значит, Иегова Спаситель, Бог Спаситель. Иешуа и Машиах, Иисус Христос, наш Господь и Спаситель был обрезан, как и все остальные еврейские мальчики, потому что Иисус родился в благочестивой еврейской семье, мы это знаем. Даже сказано, что Иосиф был муж Марии, был человеком праведы написано, и Мария, матерь нашего Господа Иисуса Христа, была благочестивой женщиной и любящей Бога, и верной Богу. И они обрезали младенца Иешуа, младенца Иисуса, и вот уже много столетий подряд Церковь Христианская на Востоке, на Западе, вспоминает это событие как отдельный праздник, обрезание Господня. И я хотел бы сказать о том, что сегодня христиане чаще всего не обрезаются, и в наших церквях, допустим, нет практики обрезания физического, но это не значит, что обрезание не для нас. Это не значит, что обрезание вовсе для нас тема лишь истории христианства, истории Церкви и истории жизни Иисуса Христа, нашего Господа. Да, в жизни Иисуса было обрезание, и в общем-то в жизни верующего, каждого христианина, независимо, еврей ты, не еврей, русский, украинец, американец, африканец, должно быть обрезание, но обрезание особое, обрезание, как говорит в Священном Писании нам апостол Павел, духовное обрезание. И я хочу прочесть следующее слово на праздник обрезания Господня Иисуса Христа, пятая глава к Галатам, послание апостола Павла к Галатам, шестой стих, здесь написано следующее. Ибо во Христе Иисусе, написано, не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Аминь. Друзья мои, братья и сестры, Павел, здесь говорится, в Писании утверждает нам, Духом Святым, что во Христе Иисусе нет ни обрезания, ни силы не имеет ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Если ты обрезан, если ты и не обрезан физически, физическим рукообрезанием, физическим руками ты не обрезан, крайне плоти твоя необрезанность, ты мужчина, допустим, это не значит, что ты не должен обрезаться Христовым обрезанием, духовным обрезанием. И больше того, если физическое обрезание, о котором говорится в Писаниях, допустим, Ветхого Завета, физическим обрезанием, которым обрезался младенец Иисус, могли обрезать лишь младенцев мужского пола. Но оно и понятно, крайняя плоть была обрезана у мужчин всех, у мальчиков всех, и скажу, что во Христе Иисусе Христовым обрезанием обрезаются все, как мужчины, так и женщины. И Христовым обрезанием, духовным обрезанием должны мы все быть обрезаны. Но самое главное, написано не то, что ты обрезан или не обрезан, иудеи ты или язычник, самое главное, что вера действующая любовью. Друзья, это очень важно понять сегодня нам, потому что Христос Иисус принес нам свободу. И не даром 5 глава, это самое процессированное, но и сегодня послание Галатам, начинается с таких слов. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос». И не подвергайтесь, опять написано, и его рабство. Друзья мои, свобода наша, свобода от греха. Сегодня, согласно посланиям Павла, посланиям Нового Завета, посланиям Духа Святого, мы с вами из Нового Завета читаем и назидаемся и знаем, что самое главное это обрезание Господне, обрезание Духовное, обрезание Христово. И скажу, что каждый христианин сегодня должен просить Господа Бога, каждый христианин и каждая христианка просить Господа Бога об обрезании. Каком обрезании? Каким образом? Если раньше обрезание было обязательным, но совершалось над всеми младенцами мужского пола, и приготовились острые инструменты, ножи, была кровь, и младенец, конечно же, или же взрослый, болел после этого, как написано в Писании, то в Новом Завете вместо физических таких ножей, которые обрезают крайнюю плоть, используется меч Слова Божьего, используется Слово Господне, духовным обрезанием, и больно, и кровь течет, и болеем мы от этого обрезания, но слава Богу, потому что обрезается ненужное нам. Мы становимся красивыми во Христе Иисусе, мы становимся чистыми во Христе Иисусе, духовным обрезанием обрезанные, слава Богу, с облечением плоти, греховный, отрезанием дел плоти, греха, проклятия, беззакония. И поздравляю с праздником обрезаний Господнего, я не просто как бы со старым Новым Годом, как мы еще это называем, поздравляю вас, конечно же, да, кто празднует, тех поздравляю, но, знаете ли, празднуете ли, или не празднуете для Господа, празднуете ли для Господа, не празднуете. Я скажу, что эти праздники не Господни, это праздники человеческие, людьми установленные, хотя вспоминается библейское, как мы видим сейчас из Писания, событие. Так вот, господа, братья и сестры, скажу, что мы просим Бога о Его духовном обрезании, греха, проклятия, беззакония, пусть нынче Слова Божьего придет в судьбы человеческие, людские. Читайте Библию, Божье Слово обязательно, и этим Словом Божьим, Божественным Словом, пусть будет обрезано наше сердце, обрезаны наши мысли, обрезаны наши деяния. Знаете ли, друзья мои, дорогие братья и сестры, как архиепископ украинской реформаторской православной церкви, я очень хотел бы молить сейчас Бога о том, и молю Бога о том, чтобы обрезанием была бы обрезана и наша юрисдикция, таким духовным обрезанием, чтобы наши священники были обрезаны, и наши члены церкви и прихожане нашей церкви были обрезаны духовным святым обрезанием. Слава Иисусу Христу! Это больно, но позвольте Божьему Слову менять вас. Да, порой не хочется, порой плод желает противного духу, не то, что порой, а вообще плод желает противного духу, а дух противного плоти друг другу противится. Что здесь делать? Бедные мы люди, казалось бы, да, но благодарение Богу, который дал нам торжествовать, дал нам победу, это духовное обрезание. Слава Иисусу Христу! Пусть в этом году ненужное, очень многое ненужное в наших помыслах, в нашей жизни, в нашей душе будет обрезано. Пусть на самом деле жизнь наша будет обрезанная, жизнь будет посвященной Богу во всех сферах. Наш бизнес будет обрезан. Если вы, например, имеете бизнес и не даете десятину, не уделяете нуждающимся пожертвования, то в таком случае ваш бизнес, он еще не обрезан, доход ваш и вашей семьи, он еще не обрезан, он не кошерный, он еще не чистый. Если вы, к примеру, чем бы вы ни занимались, во всем есть в творчестве, в музыке, в живописи, быть домохозяйкой, и во всем можно иметь это обрезание. Обрезание языка нашего, то есть удаляться от лукавых речей, от клеветы, от зависти, обрезание глаз наших, не смотреть похотливо, как Иисус говорил, что кто смотрит на женщину с вожделением, уже с ней прелюбодистов в сердце своем. Уши наши обрезать, то есть отказываться слушать негатив, отказываться слушать сплетни всевозможные. И посвящение всего нашего тела, нашей жизни, души, духа и тела Господу Богу всемогущему. Слава Богу! Дорогие друзья, и всех вас благооставляю именем Иисуса Христа. Завтра утром я проповедую в Севастополе, в еврейско-мессианской общине, буду говорить именно об обрезании. И помолюсь за вас, дорогие друзья, братья и сестры, также дорогие друзья по социальным сетям, я это собираюсь сейчас видео выставить в социальных сетях, на Майлеру, Одноклассниках, Фейсбук, Твиттер, как можно больше распространить эту информацию, потому что это истина Божьего Слова, она способна действительно освободить нас от всякого зла. Пусть Господь Бог благостовит каждого из вас, дорогие телезрители, дорогие друзья, во имя Иисуса Христа. И помните, что Иисус Господь, помните, что ни в ком он вам нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которому надвижало бы нам спастись. Слава Иисусу Христу, нашему Господу, Богу Спасителю. Аминь. До встречи и на земле, и на небесах. Пусть никто из вас, дорогие друзья, не попадет в ад. Помните, Иисус Господь. Верьте и исповедуйте имя Господа Иисуса Христа. Аминь.